Правильные интонации, красивый тембр голоса и искусство убеждения. Министр образования уверена, что помимо письменных работ, ученики должны уметь правильно говорить. В этом году девятиклассники сдадут пробный экзамен по устной речи. Со следующего года он станет обязательным, наравне с русским языком и математикой. Но кто поможет подготовиться, если в школах нет предмета по технике и культуре речи, а на уроках литературы занимаются совсем другими вещами? На помощь придут кружки или самообразование, ведь публичное выступление – это отдельная наука. Там и момент арфаэпи есть, это правильное литературное произношение, декционные проблемы, которые часто у детей бывают. И самое главное, сейчас идет эмоциональная зажатость ребенка. Не бояться публичного выступления, чувствовать себя очень свободно, раскованно – это уже момент актерского мастерства. Подготовиться к такому экзамену за 2-3 дня не получится. Чтобы получить первые результаты, придется заниматься несколько раз в неделю, хотя бы полгода. На помощь придут несложные упражнения. Раз! Раз! Все отлично. Раз! Молодцы! Отдохнули, руки вверх. Олег! Водопад! Так, просто посылать или как? Да, конечно, да. Водопад! Глубокий вдох и мощный выдох, скороговорки, разогрев мышц лица. Смешные упражнения принесут огромную пользу, но делать их нужно регулярно. А чтобы обогатить свою речь удачными оборотами, старайтесь побольше читать и лучше вслух. Надевать не стану юбку узкую, но чтоб казаться чуточку стройней. Я люблю свою фигуру, русскую. Как там говорится? Все при ней? Но главное стоит помнить, что грамотная и вежливая речь – это образ жизни, который может стать вашей профессией. Учителя, актеры, журналисты делают эти упражнения каждый день. При этом их настроение и домашние проблемы остаются за кадром. К сожалению, об этом простом требовании забывают сотрудники муниципальных служб, чья работа также связана с ежедневным общением с людьми. В нашу компанию регулярно обращаются жители города, которым нахамили по телефону и не захотели помочь. В течение трех дней я дозвониться не смог в теплосеть. Вот в платежку берешь, там номер телефона. Они или не берут, или заняты, не берут, или заняты. А люди, которые дозвонят, всех отсылают к президентам. Вот скажите, пожалуйста, что происходит на совхозном проезде 15? Почему там мусор никак не вывозят? Директору звоните. Там не берут трубку. Я вот просто живу в 15-м доме. Не знаю, мы вас не обслуживаем, поэтому все вопросы с директором. А кто должен обслуживать? С директором, я вам сказала, все вопросы. Расскажите хоть что-нибудь, что там происходит. С подобным поведением люди сталкиваются постоянно, причем в и так стрессовой ситуации. Ведь поводом для звонка в управляющую компанию или ЖЭО становится отсутствие горячей воды, отопления или даже потоп. Психологи советуют не идти на поводу у скандалистов и сохранять спокойствие. Однако запаса терпения хватает не всегда. Мы надеемся, что отзывчивость и грамотная речь станут нормой для всех, чья профессия связана с людьми. А новый экзамен придется сдавать не только школьникам. Продолжение следует...